МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К столетию великих пианистов Святослава Рихтера, Эмиля Гилльса, Людмилы Гинсбург. Одесский национальный академический театр оперы и балета 1 ноября представляет театральный триптих «Приглашение к роялю». Играют заслуженный артист Украины Сергей Терентьев. КОНЕЦ ФИЛЬМА Народная артистка Украины Людмила Марцевич. КОНЕЦ ФИЛЬМА КОНЕЦ ФИЛЬМА Глава миссии «Ойстраха и Рихтера» Юрий Дикий. КОНЕЦ ФИЛЬМА 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 Здравствуйте. Прямой эфир. После появления фестиваля «Золотые скрипки» Одессы, мне кажется, что у музыкальной Одессы проснулось огромное желание отдать должное и другим инструментам, существующим, слава Богу, в нашем городе. Славным инструментам и славным исполнителям, которые действительно вошли в историю как выдающиеся музыканты всего мира и, естественно, Одессы. 1 ноября в Одесском оперном театре состоится концерт, театрализованное представление, я бы так это сказал точнее, которое называется «Приглашение к роялю». Наконец-то приглашение к роялю, а не только к скрипке. Называется «Театральный триттих». Конечно, представлять Юрию Борисовичу, да давайте я вас представлю. Итак, глава миссии Давида Ойстраха и Святослава Рихтера в Одессе, Юрий Борисович Дикий, пианист, приглашает к роялю. Почему театральный триптих? Ну, прежде всего, конечно, триптих, потому что три юбиляра. Почему театральный? Ну, прежде всего, театральный. Только потому, что это происходит в оперном театре? Ну, немножко надо знать историю, потому что дело в том, что скрипки-то могут быть золотыми, а рояль не требует никакой пробы, понимаете? Рояль уже королевский инструмент. В принципе, да. Правда, какой рояль? Вы уже понимаете, масло-масленный, понимаете? А что касается вашего вопроса, то вопрос очень такой существенный. Я думаю, что многие могут его задавать, но действительно, три великих музыканта и три юбиляра. Святослав Рихтер в 2015 году мы отвечали за столетие, и отойти от этого не можем никак. Почему? Потому что эта фигура 20 века гениальная совершенно. Людмила Луна Гинсбург для Одессы не менее гениальная фигура именно для Одессы, хотя меньше она была известна в широком таком смысле. В Украине, безусловно. Ну, если честно говорить, то если Людмила Луна уехала бы из Одессы, то она бы, наверное, вошла... Я думаю, если бы она осталась в Москве, если бы она, будучи ассистенткой Генриха Густавовича Негауза, но она подарила свою жизнь Одессе. И я считаю это гениально для Одессы, прежде всего. Я не знаю, как для нее ли было гениально. Ну и, конечно, сейчас юбилей свежий в октябре, 19 октября, 100 лет Эмиле Григорьевичу Гильдису. Но задумано это было еще потому, здесь есть скрытый подтекст, вот это в задумке триптиха. Дело в том, что в настоящее время появилось очень много материалов, пытающихся такие центробежные силы между Рихтером и Гильдис. То есть пытаются их столкнуть. Пытаются даже оторвать Гильдиса от Негауза, его учителя по аспирантуре в Москве, оторвать от Рихтера и построить некую такую интригу, я бы сказал. Может быть, интрига это слишком сказано, но все признаки ее есть. Хотя бы в книге Гордона «За гранью мифа», посвященной Эмиле Григорьевичу, в статьях, которые появились в Соединенных Штатах, Надежды Кожаевниковой. Первая статья, кстати, появилась в советской культуре в 90-м году, я прочитал, очень хорошая статья. Но уже намеки были, что вот Рихтер, Гилльс, это было всегда. Понимаете, и когда отсутствует вот это настоящее глубокое музыковедческое присутствие, объяснение, или даже, я бы сказал, не объяснение, а настоящий рассказ, настоящее исследование, чтобы показать, что есть школы, и что у Генриха Густавовича Негауза все ученики играют, не могут играть одинаково. Он гениальный педагог. У любого педагога они могут играть одинаково. Я как раз должен сказать, вот сам Негауз говорил, что вот нередко бывает педагогический, так сказать, концерт, и все выходят и играют, как будто бы один человек. А когда играют очень одаренные люди, даже освещение в зале. Тогда это называется несколько по-другому. Тогда это называется китайцы. Нет, сейчас это, тогда китайцев не было. Я думаю, что китайцы были, но исполнителей было гораздо меньше. Я должен сказать, что первый китаец был совершенно потрясающий на первом конкурсе Чайковского и Лешакова. Но мы вернемся к Эмиле Григорьевичу Гильдсу. И должен сказать, что меня, честно говоря, очень поразило во многих публикациях, концертах присутствие темы о виртуозности Эмиля Григорьевича. Ну, действительно, он был фантастическим виртуозом и покорил Москву в 1933 году. Стихи на виртуозной игрой. В полном смысле слова, взрелой игрой. И, по сути дела, это был 16-летний мальчик, который, понимаете, показал такой уровень, что Москва, если можно сказать, упала на колени перед ним. А потом он вернулся в Одессу. Ну, Сталин ему предложил, где бы вы хотели жить, он сказал, в Одессе. И он вернулся в Одессу и закончил Одесскую консерваторию в классе Берта Михайловна Рейнбольд. А в 1935 году он попал к Едриху Густавовичу Нейгаусу. И вот здесь как раз и началась эта интрига. Интрига, которая показывает, как некоторые, так сказать, круги музыкальные могут воспринимать, и я думаю, что это величайший признак настоящей культуры. Вспомним Рахманинов, Скрябин. Вот были рахманисты и были скребинисты. А разве не было листы Шопен? Был Вагнер и Верди. Совершенно верно. Там страны разные. А здесь безхватно. Там были просто бои. Здесь в центробежных силах действуют два фактора. Здесь получалось так, что Гиль занял ступеньку социально значимую в стране. Сталин принимал. Гастроли открыты. Знает весь мир, по сути дела, еще до военного Гильльса, после знаменитого конкурса в Брюсселе. А в это время Рихтер, он студент. То есть Гильс уже знаменит с 1933 года. А в консерваторию в Москву-Кнегаусу поступает Рихтер в 1937 году. То есть спустя 4 года. Студент. И вот тут возникает очень интересная вещь, которую нельзя не сказать. Дело в том, что Генрих Густавович Нейгаусс не отдавал предпочтение. Не играйте на рояле, пожалуйста, сейчас. Потому что это идет в микрофон. Это я готовлюсь к концертам. Вот. И получилось таким образом, что Эмиль Григорьевич почувствовал, что Святослав Тайфевич занимает гораздо больше места в сердце Генриха Густавовича, чем он. И вот здесь я его человечески понимаю. Здесь не то, что чувство ревности. Даже, я бы сказал, чувство удивления. И вот последние публикации, кстати, его внука Кирилла Гильльса подливает масло в огонь. Он опубликовал закрытые письма. Их никто не знал. Вот до публикации буквально месяц назад письмо Генриха Густавовича Нейгауза Эмиле Григорьевичу. Почему ты, Эмиле, обижаешься? Мы в каких-то таких немножко сложных отношениях. И очень строгое письмо Гильльс. Вот здесь появилось действительно... Ответное письмо. Ответное. Появился повод. Повод говорить, что неправильно Вингауз вел. Он нехороший человек. Вот нельзя было. Чуть ли не обвиняют его, понимаете, в интригах. И делают из него интрига. Но будем так говорить правду. Но в любом случае, как бы это ни было, к тому же Гильльсу, Рихтову, наверное, в меньшей мере. Потому что он был достаточно мягким и достаточно странным человеком. Гильльс был более приземленным человеком. Более таким, ну что ли, практичным человеком. Я не согласен. Я общался с ним. Я не согласен. Но он был... Вот тут очень важно. Вы понимаете? Во-первых, я могу иметь свои личные впечатления от каким он был человеком. Нет, я не об этом. Я не о человеке в данном случае говорю. Я говорю о музыкантах. Это не человек. Это музыканты. Это специально. Я согласен. Дело в том, что нужно отделять человеческое музыкантство. Наверное, им нужна была какая-то конкуренция. Каждому. Им нужна была какая-то, может быть, ситуация, которая добавляла бы им вот этого, ну как сейчас модно говорить, куража. Нет, здесь гораздо более глубокие вещи. К сожалению, у нас пишут диссертации, но глубоких исследований нет по этому поводу. Я как специалист могу сказать. А они вообще могут быть глубокими исследованиями? Да, они могут быть глубокими исследованиями. Да, должны быть, потому что... Если это не предположение. Молодой Генри Густавович Нейгаусс в 16 лет выдавал такие характеристики всемирно известным ученикам Листа Заура, Терезе Карения. И вместе с тем говорил, вот, Бузони, есть определенный уровень, на который претендует музыкант. И вот Генри Густавович Нейгаусс, обратите внимание, в окружении Генрига Густавовича Нейгауса в мировой культуре. Артур Рубинштейн, он его предпочитает. Он предпочитает Горовица. Он предпочитает, к нему примыкают в Московской консерватории Мария Венина-Юдина, Владимир Владимирович Сафраницкий. Вот где формируется определенный музыкантский клан, я бы сказал. Он противопоставлен Гольденвейзеру, он противопоставлен очень многим профессорам Московской консерватории. Минутку, итак, Гиллис, вернемся к нашим замечательным мере. Так вот, это очень важно, потому что Эмилий Григорьевич Гиллис приехал из Одессы, представляя определенный уровень достижений до 30-го года уже законодательного пианизма. Поэтому ему нравится всем. А вот музыканты, которые смотрят в будущее, которые понимают, что есть Горовиц, которые понимают, что есть еще там Рахманинов, и ухо Нейгауса четко уловило, что Рихтер гений. Так вот, величие Гиллиса он это тоже уловил. И вот это не делается в исследованиях, этот акцент. Что Гиллис становился гением. Если приехал Рихтер и Нейгаус студенту консерватории, говорит, по-моему, он гениален, и не говорит это в широчайшей известности Гиллису, то Гиллис, как умнейший человек и внутренне очень богатый человек, понимал, что перед ним какая-то новая творческая лаборатория. И в этой новой творческой лаборатории надо искать. И вот должен сказать, что безупречная, виртуозная игра Гиллиса, которая существовала до послевоенного периода, ни одной фальшивой ноты, все на месте, все сделано великолепно. То есть пианист покоряет мир, потому что широкая слушательская среда воспринимает эту игру. Но когда приезжает Рихтер, это другая игра. Это что-то появилось новое. Кстати, замечают все величайшие пианисты в Соединенных Штатах, когда он в 60-е годы появился. И вот тут начинается вот это восхождение Рихтера, а Гиллис остается еще напряжение. И он начинает понимать. Кстати, точно так же было, вот мы говорим тандем, точно так же было Рубинштейн и Горовиц. Вы знаете, царил в Париже Рубинштейн. И когда появился позже Горовиц, кстати, знаменитый наш музыковед, я говорю, вот настоящий музей, он в адрес Артура Рубинштейна, Яворский говорит, он не слышит левую руку. Весь мир восхищается Артуром Рубинштейном, а вдруг Яворский говорит, он не слышит левую руку. Потому что появился Горовиц, который слышит левую руку. Да, который слышит по-другому. Потому что игра уже появилась другая. И что самое интересное, что произошло, что Артур сказал, да, я действительно заметил. В этом ролике это исполнение Терентьева первое на фотографии. Это Терентьев играет в Москве. Это замечательная запись. Я говорил с Марком Горинштейном. Он с ним играл концерт Шопенов в Москве, в зале Чайковского. Поэтому мы вынесли концертный зал, потому что, к сожалению, видеозаписи нет. Но есть несколько фотографий и чудные записи, кстати, его игры. И он в восторге. И действительно, Москва принимала Сережу потрясающе совершенно в ответ. Потому что музыкант высочайшего уровня, высочайшего класса. Но я хочу закончить по поводу Гильз. Потому что здесь зависает многоточие. Дело в том, что Эмиль Григорьевич трагически двигался в этом направлении. И что самое интересное, даже его самые большие поклонники начали замечать. Гильз начал брать фальшивые ноты. Гильз стал, может, вляпать не тот аккорд. А потому что появилась та музыкантская лаборатория, о которой когда-то сказал Рахманинов. Потрясающие слова. Он говорит, два концерта в сезон, вдохновение, все на высочайшей точке, остальное мука. А у вертовозов все на месте. Понимаете, они играют абсолютно четко. 50-30 концертов одинаково, 130 концертов ланг-ланг. У нас таких достаточно сейчас пианистов. И публика их принимает. А вот музыкантских концертов сотворить, когда настоящее творчество идет уровня. Кстати, московские профессора эту часто рахманинскую фразу повторяли. Да, два-три концерта в сезон, остальное мука. И вот когда появилась мука у Эмиля Григорьевича, появился гениальный пианист. Он не остался на уровне виртуозов, которые были Григорий Романович Гейнсбург. Потом Лазарь Берман появился. Это были виртуозы, покорявшие мир. А вот Гейнсбург приподнимался, приподнимался. И теперь мы что? Я не вижу этих центробежных сил. Я специально в концерте думаю, что замечательно, что есть и Эмиль Григорьевич, и Святослав Теофилович, наши великие. Я предполагаю, что в этом концерте, и разум называется театральный триптик, будет некая театрализация судьбы, игры, документов, связанных с этими фамилиями. Я не знаю, с Рихтером, но с Гейнсом точно, насколько я понимаю. Потому что уже само то, что ты принёс. Нет, я принял замечательный буклет. Дело в том, что этот буклет, помимо общения с Эмилем Григорьевичем, замечательное было общение в оперном театре. Он же приехал сыграть свой юбилейный концерт спустя 50 лет. Первый концерт у него был в 11 лет, а второй концерт у него, когда он спустя 50 лет, в 79-м году, приезжает Эмиль Григорьевич, в 79-м году, он приезжает в Одессу, в оперном театре играет свой юбилейный концерт. Должен сказать, что я буду играть тоже в этом концерте в триптихе, и у меня получается так, что я хотел Эмиле Григорьевичу подарок, чтобы сыграть произведение, которое он играл в оперном театре. В частности, Этюды Скрябина, в частности, Прелюдию Романова. Это был сольный концерт? Да, сольный концерт, совершенно удивительный концерт с программами... Без оркестра. Без оркестра. Без оркестра. Нет, вот как раз поэтому мы и делаем. Понимаете, он с оркестром приезжал с Светлановым, но это был филармония, и замечательный концерт. Замечательный концерт, например, императорский концерт Бетховена V. Блестяще. Вообще записаны все концерты Бетховена с Селом у него, с дирижером английским. Я уже не говорю, что он с Армади записывал. Ему целовали руки оркестранты Гиллису, когда он играл. Должен сказать, что он не только потому, что... Я надеюсь, после игры они во время. Ну, я не это вот тут я не скажу. Это, кстати, пишет Кожевник. Вот. Но дело в том, что вот становление... В это я не верю, но неважно. Ну, это может. Легенды, понимаете? Легенды, что же должны быть? Или мифы? Да, да. И вот, Эмиль, вот почему вы говорите о триптихе? Дело в том, что вопрос не в том, чтобы... Вы видите, в Ютубе вы можете послушать Рихтера, Гинсбург, и Рихтера. Все это можно услышать. Важно другое. Важно то, чтобы наши одесситы понимали значимость музыкальной культуры нашего города и ее сохранение. Понимаете, это не только память. Это и наша школа фортепианная. Это и детские музыкальные школы, которые мне приходится приходить в ноги из них, рассказывая о особенностях творчества. Мне сказали, что в Одессе достаточно есть талантливых детей именно в школах семилетках играющих. Вы знаете, не... Да, таланты одессы никогда не... Я думаю, никогда не будем сходивать. Таланты... Дело в том, что таланты есть. Но таланты нужно прийти в школу заниматься, между прочим. Но здесь другое. Талантливый человек может не прийти в школу. Талантливый пианист может не прийти в школу и быть слесарем. Совершенно верно. Дело в том, что вы же прекрасно понимаете сложности классической музыки. Дело в том, что это, во-первых, не титаническая работа. Во-вторых, это особый режим. Вы сейчас вторгаете в сферу музыкального образования и образования вообще. Наше клиповое восприятие... Стоп. Это очень сложно для музыки. Раз мы уже начинаем лить слезы. Нет, они слезы. Вот смотрите, играет Гилльс в 11 лет. Патетическая соната Беткоффа. Несомненно. А я не знаю, может ли сегодня выдержать слушатель всю патетическую сонату. В исполнении 11-летнего мальчика может. Ну, может быть, именно китайского мальчика. В исполнении дяди, наверное, нет. Я не вижу, во-первых, таких мальчиков у нас пока. Вот, я об этом и говорю. Я об этом и говорю. Дело в том, что на сегодняшний день мы можем говорить так, то есть, да сё, но в принципе, по большому счёту, если подходить к Одессе как к городу рождающего талантливых людей, талантливых музыкантов, то вот эти три фамилии, а ещё и с фамилией. Да, Яков Израчзак, Мария Гринберг, да господи, Шура Черкасский. Да, очень много фамилий, великолепных пианистов, великолепных музыкантов, да. Но, вот эти три фамилии сегодня позволяют говорить о том, что в Одессе существует традиция, которая поддерживается, которая, которая всё-таки, ну, будем так прямо говорить, рождает талантливых музыкантов, в том числе пианистов. То, что рождает, не сомневаясь ни на секунду, рождает. Всё заключается ещё в другом. Дело в том, что мы концертами стремились, чтобы как-то вот наше поколение, ведь все участвующие в концерте, это уже поколение старшее, мягко говоря. Но мы тоже юбиляры в своём роде, как и вы. Замечательная, прекрасная пианистка Люда Марцевич. Да, и более того, это наш класс. Понимаете, класс школы Столярского, это Женя Могилевский, который... Но Теретьев это мой класс, и надо пожелать. Теретьев в следующий год. Но как раз в консерватории получилось, что мы вместе встретились, потому что я поступил на композиторский потом, и мы встретились на одном курсе у Людмилы Нумны. Кстати, все ученики Людмилы Нумны. А Людмила Нумна соученица и Эмиля Григорьевича, и соученица Святослава Теофиловича. И заканчивая аспирантуру у Генриха Густавича, Рихтер ей аккомпанирует второй концерт Прокофьева. И она, по сути дела, с ним заканчивает аспирантуру, становясь ассистентом Уны Гауза. А Эмиль Григорьевич, когда приезжал в Одессу, всегда останавливал, приезжал к Людмиле Нумне на дачу. Мой близкий друг, профессор Анатолий Брежделинский, царство ему небесное, мне рассказывал, он говорит, я два раза собирал и разбирал мотоцикл под окном, когда Людмила Нумна беседовала с Гиллесом, они обедали. И мне было интересно слышать разговоры этих людей о музыке. И, конечно же, это были события. Я не могу не сказать, что с Эмиль Григорьевичем вообще был, вот когда он стал... А вот это случай с костелом, с нашей кирхой. Ну, во-первых, там состоялось, не там, в Москве состоялось знакомство с Эмиль Григорьевичем. Но дело в том, что мой папа сидел с ним за одной партой. У нас в Одессе все родственники. Вот сейчас был эфир, как подошел только что выступавший здесь передо мной, и говорит, так оказывается, наши родцы были близкими, не только почти родственниками. Понимаете? Это Одесса есть Одесса. В Москве это всегда чувствовалось. Понимаете? В Одессе это... Но возвращаясь к кирхе, это Кемиль Григорьевич, прямой спаситель кирхи, потому что мы вместе сочиняли письмо Фурцевой. Кирхи, которое находится на Петра... И более... Дворянский угол. Ну да, Собор Святого Павла, напротив консерватории. Но самое удивительное в этой истории заключалось, потому что мы нагрянули к Эмиле Григорьевичу с отцом, он его прекрасно знал. Мы нагрянули рано утром, в 9 часов утра. Эмил Григорьевич как раз готовился к гастролям и занимался. Представьте себе его состояние, когда раздается звонок в квартире, он занимается, появляется его соученик, рядом стоит 18-летний юноша с громадной папкой и был уверен, что сейчас я буду ему играть. Ну да, что пришел частный ученик. Частный ученик, или консультация. На что я сразу среагировал, говорю, Эмил Григорьевич, ни консультации не будет. И 3,5 часа мы занимались кирхой, потом вместе сидели, еще писали, и он через 2 дня уехал. Но когда мы попрощались с ним, он говорит, вы же ученик Людмилы Умны, говорит, в следующий раз вы мне обязательно поиграете. Но, к сожалению, не получилось. Следующего раза не было. Но кирха... А кирха стоит. Кирха была спасена. Кирха была спасена. Была тяжелое время. Да, тяжелое время было, когда кирху действительно местные власти хотели снести. И это была правда. Они, ну, буквально уже было... Взрыв должен был. Да, решение. Кстати, когда ее реставрировали, даже нашли одно место, где была заложена мина, она отсырела, естественно, она не представляла опасности. Но такая вот закладка была обнаружена в кирхе. Ну что ж, Эмиль Григорьевич сыграл и в этом замечательную роль для нашего города. Мало того, что он родился здесь, надо дать должное, нашему, нашей Одессе, и играл здесь, и учился здесь. И, между прочим, один из немногих, кто учился в консерватории. Да, он закончил консерваторию. Потому что большинство пианистов заканчивало школу Столярского. Это впоследствии. Да, впоследствии. И уезжали. Уезжали. Это после военной периода. Ну, нет образования. Скрипачи оставались в Евгении Мезиновича. Да, ну, скрипачи оставались, потому да. Ну, наверное, потому что была личность, которая их оставляла. Может быть, дело даже не в профессиональном уровне, а в личности, которая их оставляла. Это другая несколько песня. И так вернемся к концерту, потому что пора приглашать. И дело в том, что в этом концерте, вы понимаете, мы не ставим задачу, чтобы еще раз показать игру. Мы как раз ставим задачу другую. Мы ставим задачу, чтобы соотнести, что Одесса, во-первых, не забыла Рихтер. Что все-таки в Одессе произошли события. И я не могу об этом не сказать. Дело в том, что когда шли Рихтерфесты, мы же вернулись к тому, что нужно было увековечить память и Эмиля Григорьевича, и увековечить память Давид Федоровича Уэстраха. И тем более, конечно же, мы начали именно со Святослава Теофиловича Рихтера. И должен сказать, что здесь был толчок еще в том, что вот ведущий концерта Макаров выступил на канале «Один плюс один». Я показывал этот сюжет в театре, не знаю, будет он или не будет, скорее всего, не будет, где он говорит, что Украина прошла мимо юбилея в 90 лет. А я еще добавляю, Украина прошла в Министерство культуры и в столетия мимо Рихтера. И вот, чтобы это не происходило, мы это делаем. Чтобы мы знали, что Украина представлена в мире этими именами. Именно Украина. Именно Украина приехала в Москву в довоенный период. Нигаус, Горовец. То есть, громадный отряд Киева. Я называю киевский и украинский десант. Был в Московской консерватории. И какие выдающиеся музыканты примкнули туда. Потому что тот же Яворский, о котором мы вспоминали, это гениальный совершенно не только музыковед, он и был пианист. Они приехали в Москву и покорили Москву своим уровнем, связав с миром, связав с Горовицем, связав с Артуром Рубинштейном. Артур Рубинштейн приезжал к Нигаусу перед смертью Нигаусу. И вы понимаете, вот это 20-й век увековечен этими потрясающими именами. Потому что, вспомните, замечательная встреча Вишневская, Ростропович и Артур Рубинштейн. Это же история, которая каждый музыкант носит в своей душе. Мне показалось правильным сказать, без преувеличения, и без какой-то махровой националистической нотки, что Украина, и это правда, действительно родила и дала миру национальную гордость всего мира Америки. Америки, конечно. Скрипачей, Стерн, Хейфис, это все, это не из Одессы, это с Украины. Нет, я имел ввиду наших скрипачей. Да, и Одесса в том числе. Одесса просто больше не много. Больше, конечно. А вообще, Украина дала вот это огромное количество талантов, огромное количество талантов, знаете, как Нигаус говорил об Украине. На многие десятилетия ну, просто богами, просто иконами так мировой культуры музыкальной. Более того, на Генрику Ставичный Гаусс любил повторять такую фразу. Он, в общем-то, относился, понимал, что Кировоград, да, или Советград это провинция глубокая. Но оттуда знаменитый Блюменфельд, оттуда знаменитый Шимановский, который представляет гордость Польши сегодня. Но вот это все оттуда. И там, по сути дела, Петр Ильич Яковский куда? В Каменку под Кировом? Там же, по сути, Пушкин, куда приезжал? Это была Украина. Эти мелодии, которые звучали, они же остались в музыкальных произведениях. И это ставил Петр Ильич Яковский. Почему я говорю это чрезвычайно важно? Потому что Нигаус бросил такую фразу. Здесь летает птичка. Это как святое место, понимаете? Вот действительно, там захоронение Раевских под Кировоградом, когда я увидел. Это удивительные места, которые насыщены песней. Мелос, звучание, понимаете? Это поет все. Кстати, Одесса, вот она тоже поет. Кстати, есть такой даже фильм я сделал «Рояль и город». Одесса звучит. Понимаете? В Одессе звучит такая музыка. Потому что все иностранные вспомнят, ну, вы, может, наверняка знаете из истории, что в Одессу через эти ворота проезжала Европа в северные, так сказать, столицы, в Москву и в Питер. Именно здесь Лист закончил свою деятельность как виртуоз. Поэтому вот эта территория, территория, может быть, не так сказано, это место, место, это, ну, гений места, принято так говорить. И вот здесь гений места заключается в том, что в этом концерте мы стремимся показать, что мы все-таки это не забываем. Мы сделали фестивали, мы открыли доски. Сейчас открыли доску Теофилу Рихтеру вот буквально с реставрацией кирхи, что, причем, это делали люди не под официальными какими-то давлениями. Официоз ничего не делал. Это делали одесситы. Это одесситы приносили деньги, давали свои деньги. Приезжали сюда известнейшие музыканты, которые приезжали тоже многие абсолютно бесплатно на Рифтерфесты, на Ойстрах Ассамблеи. И когда мы делали фестиваль, я помню, Ойстрах Ассамблеи, билет в филармонии стоил 5 гривен. На таких концертантов, когда, кстати, был еще фестиваль «Золотые звезды» конкурса Чайковска. Федотов играет с Петровой, мирового уровня музыканты, 5 гривен билет. Приезжает Бацуев первый раз в Одессу, 5 гривен билет. Приезжает Московия с Едуардом Грачевым, 5 гривен билет. Вот так делали мы. Да. Что вы хотите сказать? Вы хотите сказать, что 1 ноября 18.30 вы все-таки выйдете на сцену Одесского оперного театра вместе с моими соучениками и сделайте праздник. Хотим сделать. Праздник. Праздник. Рояля имени Эмиля Гиллиса Сказослава Рихтера. И... А я не могу называть Людмилу. Геннадь, потому что я называю Людмину Наумну. Ну, конечно. Я все так называю. Людмила Наумна это человек, который когда-то играя в суденческом оркестре мы аккомпанировали концерт Баха. И это был единственный случай, когда я услышал рояль Одесской консерватории, который пел. В остальных случаях, к сожалению, я больше воспринимал это как ударный инструмент. Вы уж меня простите. Даже Бузония его называл ударным инструментом. Ну что ж, приглашаем 18.31 ноября и заканчиваем программу фрагментом собственно говоря, скажите вы. Ну, я же говорил Эмиль Григорьевич, как он становился гением и стал гением. Потому что он играл так лирику, как только может играть гений. И вот сейчас в заключении он сыграет вокалист фрагмент, потому что это был фрагмент вокализа Рахманинова в зале, в большом зале Московской консерватории. Спасибо большое. Слушайте музыку, очень замечательную музыку. И 1 ноября мы приглашаем действительно на этот концерт в Одесскую оперу. Спасибо большое. Приходите. Слава роялю. Роялю слава. Спасибо. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова